Уничтожено 20 ударных дронов и 2 калибра. В ночь на 13 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства «Шахет-136». Направление атаки северо-восточное – Курск и юго-восточное – Приморско-Ахтарск. Также противник применил две крылатые ракеты «Калибр» из Черного моря и одну баллистическую ракету «Искандер-М» с района Джанкоя. В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены преимущественно на Киевщине. Также в разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты «Калибр». По поводу последствий пуска ракеты с ОТРК «Искандер» информация уточняется. К отражению вражеской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины. По поводу последствий ночной атаки, значит, в час 48 поступила информация, в час 48 ночи, о том, что в результате воздушной атаки на Киев, в Соломинском районе, столице, зафиксировано вероятное падение обломков. Уже в час 57 сообщают о том, что в Киеве обломки сбитых шахедов упали на многоэтажные дома. В частности, зафиксировано вероятное падение обломков в Шевченкомском районе на пятый этаж многоэтажного жилого дома, в Дарницком районе, предварительно на технический этаж многоэтажного жилого дома. Экстренные службы выехали на места, повреждения пострадавших уточняются. В 2.45 сообщают о том, что последствия падения обломков сбиты беспилотников в Дарницком, Соломинском, Шевченковском, Подольском и Днепровском районах. В Дарницком районе есть двое травмированных осколками стекла. Девочка 18 лет и парень 25 лет. Они в больнице. В 2.54 появилась информация о том, что в Подольском районе во время тушения пожара в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего. Об этом заявил Кличко. И по обновленной информации мужчина погиб в результате бытового пожара. На кадрах вы видели фотографии падения обломков, то есть разрушена часть квартиры на верхних этажах. Поэтому ни в коем случае не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, потому что даже если ракеты и шахиды сбиваются, то обломки могут нанести любому ветча, а кого-то могут вообще любить. Поэтому берегите себя, берегите своих близких, обязательно реагируйте на воздушную тревогу. Всем мирного неба. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok